Здравствуйте, друзья! Самый один из крупнейших учебных учреждений – это политехнические университеты. Наша цель тоже. Мы сегодня будем спрашивать людей. И, конечно же, всех интересует вопрос административного ресурса. Буквально на днях нам показывали кадры шокирующие. И мы поинтересуемся у студентов, испытывают ли они такое давление, как происходило в одном из вузов. Ну что ж, пойдемте. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы в прямом эфире находитесь? Один вопрос. А за кого будете голосовать? Не скажу, это не знаю, что ли. Не знаете, да? Хорошо. Вот памятник. Давайте пока посмотрим на него. Буквально вот с Хаку Розакову памятник. И будем интересоваться. Ну, наверное, все-таки сегодня у студентов все-таки больше. Девушка, здравствуйте! Можно вам задать один вопрос? Пока без ответа. Также девушка разговаривает. Ну вот я вижу группу студентов, которая сидит и у которых есть время. Возможно, они как бы не спеша ответят на наши вопросы. Айтурган, я снова в эфире. Это второй эфир у нас. Я думаю, что мы будем по интересным событиям, может быть, появляться. И в самое такое неожиданное время смотрите нас. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Если вы смотрите страничку на фейсбуке Шаман ТВ, то вы увидите себя потом в прямом эфире. Сейчас мы в прямом эфире. И у меня такой к вам вопрос. Предстоят выборы. Кому вы отдадите свой голос? Не знаю пока. Еще не решил. А вы? Я тоже точно знаю. А вы определились? Тогда у меня второй такой вопрос. Вот на днях показывали видео, где заставляли студентов одного из вузов голосовать за определенного кандидата. Вот такие вот факты у вас есть, нет? Сейчас у нас в Альтехе нету сейчас такого. Да. А вот какие-то списки носят, там, просят фамилии, паспорта. Паспорта носят, да. Паспорта носят, да. Там копии, паспорт. Просят, да, у вас сделать вообще. А почему? Ну, нужно там голосы же. Голосаны. Да. Паспорта, мы, паспорта, мы алматарды сурагандар, гемдер, муғалимдар биче, старасталар ба гемдер. Университет, университет, нечен да, күдірдюшев? Университет. А за голоса какие-то деньги не предлагают там? Теперь, наверное, будут. Какие ставки вообще, если не секрет? Не знаю, 500, 1000 может. За голос уже предлагают. Максимум 1000. И такие факты были, вы уже слышали, да? Да, слышали. Но вы сами будете продавать свои голоса? Нет, не буду. Вот смотрим, это вот хорошие ребята, они не будут продавать свои голоса. Если в Угуд Манайин-дага, муалимдар-тарауна, нэндай, чакры-рыхтар был калса, бизге малым отберинз-дер, биз Шаман ТВ каналы, фейсбука, ютуб-таваласты. Смотрите себя в эфире Шаман ТВ. Вот сейчас прям можете открыть, вы были в эфире. Спасибо. Давайте запросим здесь. Здравствуйте, ребята. Если вы откроете фейсбук, вы сейчас в эфире, в прямом эфире, и мы опрашиваем людей по всей стране, если вы нас видели, да, немножко, вообще многие знают. Я хотел поинтересоваться, кому вы отдадите свой голос на этих выборах? Я за баба на вас. Почему? Не знаю. А вы? Я еще не определился. Не определились, да? И второй такой вопрос. Есть ли факты такие давления на вас вообще? Может быть, какие-то списки собирают? Паспорта какие-то? Было такое или нет? Ну, так преподаватели иногда намекают. Намекают на что, на за кого голосовать? Ну да. На свое мнение говорят. А как вы будете голосовать вообще? Будете ли, я не знаю вообще, когда вот такой пресс будет идти или все прочее, что будете делать? Как обычно голосовать у себя. Как обычно? Да. То есть вы как бы сами будете решать, да, кому голос отдать? Ну да. А вот факты такие, когда предлагали какое-то денежное вознаграждение за голос. Откровенно говоря, вот есть такое или нет? У нас еще не было такого. В моей группе не было. А в других группах? Нет. Хорошо. Спасибо. Вот девушки, яйтурган. Попробуем у них взять. Здравствуйте. 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 Здравствуйте! Здравствуйте. Хорошо, здоровья. Да. Здравствуйте. Да что я сним 비디 diagnosed с телефон? Здравствуйте. Здравствуйте. Я научилась他. Для этого не было биометрично, я научилась Романда méста этот битора Обиль精 Williams. Я научилась и научилась Цебленица, с этим отínanza. . Для этого,giveтесь биометрenta модернеды чтобы было не было не гизгета за колдук биле метрикалы кота как они диле байт бай для озеро тупо и соседу бурок не гедр шайлаху нгл бетта мне татых то у а там дар джоқташ у презентгэмеге талапкерлерден че мен ойм че был жиным да университеттар ауна няч кандай басым джо ғандай тар эшкандай болғанымез был бы далеки лет. А вот какие-то списки собирают у вас? Нет, не собирают. Фамилии с этим не было, да? Потому что ребята уже говорили, что какие-то там факты такие были. Нет, такого еще не было. Но, по крайней мере, ко мне не подходили с такими вопросами. Хорошо, спасибо. Давайте продолжим тоже наш вопрос. У ребят, наверное, мы спрашивали, да, уже? Вот я у вас не спрашивал. Кому вы отдадите свой голос? Пока не решил. Не решил? Да, да. А вы? Темидж, нет, да. Сфором это, Джен Беков. Почему? Вроде он хороший человек и образованный. Спасибо. А вот факты такие, когда вас заставляли там списки какие-то вообще, вот были у вас или нет? Такие факты? Какие? Ну, в группе списки собирали, паспорта. Нет, нет, нет. Еще нет. Вообще нет. Хорошо, спасибо. Вот, ну, время уже ближе к пяти. Не так уж много народу, но мы все равно будем разговаривать и продолжать вести. Вот отсюда выходят ребята, и я вижу, что чуть дальше на скамеечках тоже студенты. Вот, собственно говоря, в отличие от Киргизского университета, да, вот мы здесь видим, что пока много не определилось людей. Голос у Бабанова, голос у Джейн Бекова и против всех тоже один голос. Вот, ну вот я вижу, студенты, ребята, давайте с ними поговорим. Здравствуйте. Можно вам задать один вопрос? Вот предстоят президентские выборы. Кому вы отойдете свой голос? Ну, я не знаю. Пока не определился. Пока не определился. А вы? Ну, наверное, Бабанова. Почему? Ну, не знаю, его программа мне как-то наиболее близка. А у меня вот такой вопрос, ребят, вообще. А вот какие-то списки, какие-то нарушения вообще? Давлеет ли кто-то, не знаю, рекомендует ли голосовать? Ничего такого не было. А ничего не слышал? Ничего не слышал. Что? Спасибо. Голос за Чтен Бабанову и один не определились. Вот, я думаю, девушка. Давайте поинтересуемся тоже у нее. Здравствуйте. Девушка смущалась, не чеш. Бывает. Определенное количество студентов вот на тех скамеечках. Этурган, пойдемте, поговорим с ними. Они не спешат. Очень хорошая территория. Посмотрите, какие сосны здесь вообще. Вот тот, кто учился в Москве, наверное, с ностальгией вспомнит вообще. Многие люди здесь учились. Ухоженная территория. Ну, просто здорово сейчас вообще. Такой хороший западный уровень и довольно-таки чисто у них. Ну, это радует. Ну, вот ребята улыбаются. Здравствуйте. Если вы смотрите на фейсбуке Шаман ТВ, то вы сейчас в прямом эфире у нас. Я задаю, ну, наверное, вы знаете, да? Какой вопрос буду. За кого вы будете голосовать? Против всех. Против всех. Я тоже. Тоже против всех. За Джеймбекова. Почему? Просто нравится. Хорошо работает. Без комментариев. Тоже не скажете просто, да? Да. Хорошо вообще. А вот если откровенно говорить, вот есть ли на вас факты какие-то давления вообще? Вот там. Нет. 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 Нет, да, блин. Списки никакие не собирают паспорта, данные. Нет. Паспорта с собой. Паспорта с собой нет. Не собирают. Паспорта нету. Есть. Ага. В 18 тоже есть. Не собирают никто. Вот. Хорошо. Хорошо, спасибо. Вот тоже ребята сзади сидят. Если мы, наверное, камеру, ну, немножко на газон зайдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Кому вы дадите свои голоса? За Бабанова. Почему? Не знаю. Я так решил сам. Хорошо. А вы? Я тоже за Бабанова. Почему? Не знаю, он кажется этим. Как-то стремительным, молодым. Но я думаю, что он изменит нашу страну к лучшему. Посмотрите, вот недавно показывали скандальное видео в одном из вузов, где преподаватель, в принципе, заставлял студентов голосовать за определенного кандидата. Вот такие факты, там, я не знаю, сбор списков каких-то, сбор паспортов, номеров паспортов. Есть ли в вашем вузе? Вот откровенно скажите. Я, честно, не знаю. Не сталкивались? Нет. Не, не сталкивался. А то, что как бы предлагают деньги за голоса, там, вот говорили, ребята, от 500 до 1000? Да, иногда бывает. Предлагают? Да, иногда бывает. И какая самая маленькая сумма и какая самая большая сумма? Самая маленькая – это 500 сумм. Самая большая, по-моему, я слышал, где-то от 3000. 3000? Да. 3000 – это кто думал? Ну, у меня так говорили. Хорошо вообще, 3000. А факты, то, что как бы голоса уже сейчас продаются, покупаются, ну, вот есть, потому что, говорят сами студенты, 3000. 3000 сумм – это большие деньги. Вот, ну, дальше продолжим. Потихонечку идем. А за нами наблюдать начали уже преподаватели, видимо, да? Вот, но пока все спокойно, пока мы в открытую пошли, разговариваем, опрашиваем людей. Уже, ну, ближе к пяти, народу не так мало и не так много. Я думаю, что вот большая группа выходит, ну, преподаватели. Турган, давай попробуем из них вычленить студентов. Вот пара идет. Все-таки провести опрос среди них. Но они вот… Здравствуйте, вас можно на минуточку? Предстоят выборы. Предстоят выборы. Кому вы отдадите свой голос? Забаванно. Почему? Почему? Если вы деньги, то вы посещаете выборы, что это всё-таки, как там? Сейчас я думаю, что в Кыргызстане не получил. Угу. Замечательно. И у меня такой второй вопрос. Вот недавно мы смотрели шокирующие кадры, где преподаватель одного вуза, в принципе, как бы используя свое положение, заставлял студентов голосовать за определенного кандидата. Нет таких фактов у вас? Мы были в Юракадемии в Университете, но в университете есть один кандидат в Шайлайсинге, и мы не хотим, чтобы мы были в Университете в Университете. Но вот ребята ваши же говорили совсем недавно, что ходят какие-то люди, собирают списки, даже предлагают уже какие-то определенные суммы за голоса. Есть такие факты, нет? Есть такие факты, но они будут получать. Я не могу, чтобы они были в Университете. Я не могу, чтобы они были в Университете. Акча, сонышки? Они были в Университете? Они были в Университете. Они были в Университете, и они были в Университете достаточно открывающейся. то есть люди, которые вы получились в Университете? Я沒有 никакого нового учения, но мы не были в Университете personas происходяDING. От нас в Университете, например, которые были в Университете, которые вы например, team массовые заним derivados людей. ну что ж спасибо большое вот давайте посмотрим результаты наши вы проголосовали сейчас за бабанова да вы сказали я еще соглашаю определенные как бы результаты не определились это у нас 5 голосов правильно за бабанова у нас получается 5 голосов за джейнбекова у нас получается один голос против всех три голоса и не скажу не скажу до один голос ну вот пока вот такие результаты здесь мало народу концентрация ниже людей поэтому мы будем не спеша разговаривать но но собственно говоря цифры показывают приблизительно то же самое что и вот днем в трансляции вам спасибо большое кому нибудь передать хотите нет привет девушки придет аргем голосу на сад пай или зи хорстан татсу президент шай лавала чон рахмат молодец парень он действительно как бы настоящий патриот потому что голоса продавать не надо вот у этих парней мы спрашивали линия турган не знаю да мы по-моему спрашивали вот там у нас еще есть люди давайте не спеша пойдем почему-то давайте давайте попробуйте салам адсын арбубалдар шайлы угорода сурам жилу жүргүз отавыз кайси талап кертугол дозынар милюем азу шоу альдана биспісс оғу мючеле жума агалды гачян альдана осыға милбе шайлы угорода қандайдырбер басымдар болот ау муалимдар таранан университетті дегиман айгандай шайлы он албында университет суртанда барба болота шоу и большое я нашел я нашел очень много студентов они вот спрятались там вот это вот место куда мы как бы скажем сейчас потихонечку пойдем а здесь написано место для курения вообще как бы здесь нужно покурить здравствуйте если вы смотрите фейсбук если вы смотрите шаман т.в. то вы наверное знаете нас сейчас мы в прямом эфире эфире я вам если вы не против задам пару вопросов аварию пострадал хорошо место для курения видимо как бы люди стесняются показать то что курят вот я не стесняюсь вот поэтому не очень удачное место сандик брат делай ну давайте подойдем к чему-то чему-то все как бы стесняются да здравствуйте предстоят президентские выборы кому вы свой голос сарим сарим почему сарим потому что он не ведет такую активную агитацию видели баба на весь город распечатал он хочет как быть чисто чтобы народ за него проголосовал за скромность за скромность мы видели совсем недавно кадры такие когда преподаватель одного вуза в принципе заставлял студентов голосовать вот у вас такие факты есть нет не за политех честь честь мало вообще какие-то люди предлагают есть определенные суммы вот ребята называли студенты ваш это вот подтверждается по моему да я ко мне не подходили но вроде слушал тоже от какой суммы до какой колеблются класс я не знаю я не интересовался мне это не интересно то есть я не хочу продавать свой голос как бы не безразлична будущей страны поэтому спасибо настоящий патриот спасибо вот надо в принципе как скажем действительно не продавать свои голоса пусть будет честные выборы хорошо но студенты при технического университета они наверное поскольку технари и больше стесняются чем гуманитарий говорить однако мы все равно как попросим а у этих ребят я у этих ребят я спрашивал вот наверху политех стоят ребята подойду к ним поговорю здравствуйте а если вы фейсбук смотрите вы смотрите шаман тв да вот смотрели наверно мы сейчас находимся в прямом эфире вот вы можете передать привет вообще вот кому хотите есть родители всем знакомым близким да нет хорошо ребят давайте поговорим о том что скоро предстоят выборы вот все-таки кому вы отдадите свой голос кого предпочитаете начнем с вас я даже пока не знаю я не планировал голосовой вообще не пони нет вы я еще пока не решил я граждан казахстана но вообще я бы выбрал бы скорее всего бабанова вы гражданин казахстана ваш голос не считается я же сказал вначале что тоже пока не знаю пока не знает а вот сейчас мы видим что в некоторых вузах да вот там по интернету шокирующие кадры когда студентов заставляют если такие факты честно говоря у вас вообще пока не встречал не было пока не было какие-то списки какие-то фамилии вообще вот паспорта вас заставляют отдавать было такое или нет нет пока не было здесь пока нет такого явного админ ресурса хотя мы видели что некоторые студенты говорят что там до 3000 доходил вообще сумма голоса вот кого интересно такие вот разговоры были ну пойдем дальше здесь ребята менее определенно говорят они многие из них не определились не определились но вот я вижу девушки попробуем поговорить с ними ой какая прелесть кстати это вот тоже наша история памятник ленина вот он вот здесь вот скромно в оголочке остался но я считаю что эта история пусть там себе стоит вот любопытно да когда новая вот граничит со старым ну вот предстоят предстоят президентские выборы кому вы отдадите свой голос нет 18 еще хорошо даже если человек бы назвал бы фамилию фамилию кандидат поскольку у него нет ему 18 мы не считаем такие голоса ну что ж там мы были да там мы были очень мало ну давайте выйдем тогда за пределы немножко поговорим там вот я думаю что я думаю что те голоса которые мы собрали но в принципе как бы достаточно еще три-четыре мнения вот и мы подведем итоги подведем итоги вот парни впереди давайте у них узнаем их мнение ребят здравствуйте предстоят президентские выборы такой серьезный вопрос вообще кому вы отдадите свой голос если не секрет секрет то секрет секрет да да хорошо тогда у меня второй вопрос вообще вот мы видели недавно шокирующие кадры когда студентов заставляют составляют голосовать того или иного кандидата есть ли такие факты у вас у нас честно не было не было а вот списки какие-то составляют паспорта данные вы с этим сталкивались слышали но нет нет такого такого не было да пожалуйста вообще если такие факты есть связывайтесь с нами на страничку нашу шаман тв мы будем реагировать мы будем разбираться не допустим вмешательства админ ресурса в эти выборы пусть это будут самые честные выборы правильно конечно ну что ж пойдем дальше вот вывеска тоже очень интересная политех успех твоего будущего хорошо вот девушки у них спрашивали нет айтурган попрыгают нет нет а салма цена рука за ума а гелектан президент икшайлюда гем до волосы воронба чейнбеков он честный человек вот из-за этого я не знаю вообще не буду голосовать мне я еще не совершеннолетняя эй стой университет тарауна гандай дырбер басам болото университет тарауна гандай дырбер бара чакши речка на басам горсит лига чего университет таруна а если будет нарушение что вы будете делать да сообщи сообщайте на нашу страничку шаман тв хорошо а вы в прямом эфире вы можете потом себя посмотреть даже сейчас вот открыть а где будем смотреть ну я так считаю что вот группа молодых людей это вот определенная наверное батарея да здравствуйте ребят студенты есть у вас да а предстоят выборы президентские за кого вы отдадите свой голос наверное я точно еще не определился наверное за сурумая или за бабанова вот надо назвать одну фамилию чтобы пошел в актив к кому все это наверно за за кого будешь голосовать я не знаю потому что посмотрим я наверно за сурумая один векова хорошо посмотри говоришь вы не определились ваш голос я за бабанова почему ну не знаю как то тянет мне хорошо а вы хорошо по голосу получает сурнбай джинбеков и банов что касается я сейчас возвращаюсь я второй вопрос не задал вот были кадры шокирующие где студентов одного из вузов составляли да преподаватели голосовать за определенного кандидата вот такое здесь происходит я не видел если честно точно политех не знаю но в нашей кафедре такого нет именно в кафедре бокс а вот если честно вообще что то ну я мне друзья рассказывали про другие вузы что их заставляют типа если ты будешь за этого то есть за этого кандидата голосовать то они хорошую оценку поставят а у нас такого нет а предлагали деньги вообще расценки какие-то там ну не секрет что агитаторы деньги предлагают от скольки до скольки ну наверное от 500 до трех или до пяти тысяч разным слухам кто такие деньги дают агитаторы разные ну конечно мы не думаем что мы продадим свой голос но все таки мы должны думать будущее киргызстана что нужно делать скажите вас смотрят что нужно делать в этой ситуации когда предлагают деньги мы должны отказать конечно в первую очередь ну арамахча пайдал кидать так как говорят у нас настоящий патриот ребята действительно не продавать свои голоса голосуйте сердцем просто спасибо большое спасибо большое вот я думаю что у нас ну я думаю еще одно два мнения и мы можем в принципе уже подвести итоги здравствуйте можно поинтересоваться ну вот ребята стоят здравствуйте они торгуют они торгуют ошками и не хотят чтобы их видели ну коммерция вот вот еще девушки я думаю что мы у них спросим и на этом наверное закончим приблизительно мы знаем расклад что вот 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 с выборами ну это правильно может быть честно ну вот большая группа студентов еще я думаю мы их опросим и на этом можно будет подводить итоги за кончик вот 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 как все так все что это так Девушки, здравствуйте. Мы, Шаман ТВ. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Бенек. Не знаете, да? Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Мы? Джинбекову. Почему? Потому что он мне близок по духу, по его настрою. Также мне близка его политика. Я вообще слежу за политикой. И в том, что он нигде не замешан. Ага. Скажите, пожалуйста, вот сейчас были скандальные кадры недавно по интернету. Да. Вот, когда один из преподавателей застелял других студентов голосовать за определенного. Вот такие факты у вас есть? У нас вот вообще, именно в нашем университете я ни разу не замечала таких фактов. Не знаю, как в других, но у нас вообще такого не было. То есть, никакой агитации, никаких материалов, даже слов по этому поводу нет у нас. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, вот еще мнение. Джинбекову плюс, да, я так понимаю. Девушка, здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Сальев. Почему? Потому что он ответственный, чем остальные. А вот недавно были шокирующие кадры, когда один из преподавателей заставлял студентов, в принципе, голосовать за определенного кандидата. Вот с такими фактами вы сталкивались? Нет. У вас нет членов, да? Спасибо большое. До свидания. Ребята, здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Вот. За кого будете голосовать и почему? Амурбек Бабанов. Почему? Я у него в партии состою. А вы? Ну, я еще не знаю, но, наверное, не за кого. Не поделили. Против всех, да, я так понимаю? Да. А у меня такой второй вопрос вообще. Есть ли какие-то нарушения у вас? К админресурс, как-то преподаватели заставляют голосовать за кого-то? Вот честно. Нет, такого у нас в университете не практикуется. Это действительно солидное заведение, где честно и действительно порядочно проходят выборы. Спасибо большое. Ну, если есть будут такие нарушения, вы пишите нам на нашу страничку Шаман ТВ. В Фейсбуке мы обязательно приедем, мы обязательно как бы отснимем такие вещи. Хорошо. Хорошо? Всего хорошего. Большое спасибо. Вот. Ну, что ж, вот я вижу еще большую группу людей. Давайте как бы их опросим и потом уже закончим эфир. Девушки, здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос и почему? Ну, вообще-то это конфиденциально. Каждый имеет право оставлять и не оглашать. Нет, это секрет. Вы? Нет, не буду оглашать. А, тоже как бы секрет, да? Да. Что ж, хорошо, хорошо. Ну, вот еще мнения такие. Действительно, каждый человек имеет право на конфиденциальность, но не хотят говорить их право. Здравствуйте. Здравствуйте. Предстоят президентские выборы. Кому отдадите свой голос? Не знаю. Не определились? Ну, что ж, давайте тогда будем подсчитывать итоги. Вот. 10 голосов – это те, которые не определились у нас. 8 голосов получает Амурбек Бабанов. Амурбек Бабанов 4 голоса у нас. Сариев 2 голоса у нас. Против всех 5 голосов. Я не скажу 4 голоса. Вот я замечу, что политех, он более такой закрытый. Но, может быть, ребята, они гуманитарии, может быть, они технари. Поэтому они еще, как говорится, долго думают. Но потом принимают верное решение. Вот. Айтурган, давайте огласим список итоговый. И как правильно здесь отметили, здесь были мнения о том, что действительно уже как бы ходят какие-то агентства. и покупают голоса студентов. Суммы значились у нас сегодня в вопросе от 500 до 3000. Даже 5000, по-моему, кто-то называл. И поэтому я призываю всех, не берите эти деньги, голосуйте сердцем, голосуйте так, как подсказывает ваш разум. Потому что это, ну, это нехорошо вообще. Вот давайте сделаем наши выборы честными. Все. Спасибо, мы в эфире. Смотрите нас дальше. Это шо он издает? Спасибо.